Деньги решает всё. Жители мирного думают, если не всё, то многое. Они сейчас делят 3 миллиона. Ну и в Кирове, кажется, если бы их было больше, и вода была бы чище, и дороги целее, и долгов меньше. Смотрите сегодня. Весна и грязная вода в кранах. Превышение предельно допустимой концентрации в питьевой воде в разводящей сети может привести к возникновению определённых заболеваний. И дело даже не в вятке и не в очистных. С дорогами тоже проблема и очень большая. Они могут и в снег заливать. По теории они никогда не будут, как в Москве. В центре сносят деревяшки. Жители не против. Должны давно были уже снести. А как же обещание не делать из города муравейник? Немирный мирный. Ну, думаю, мы люди все культурные, как-то решим эту проблему. Бюджет отдали народу. Народ собирается выделить. Это программа «Точка зрения. Авторский взгляд на события минувшей недели» в студии Артём Панекаровских. И прежде всего о воде. Попалась мне публикация о том, как Росприроднадзор рассказал о превышенных нормах ПДК в воде в кранах. Много сложных названий, но не о них, а о качестве воды. Я так и не понял, этой водой вообще можно пользоваться? И даже если да, то почему каждую весну мы начинаем говорить о плохом качестве воды в городе? Ведь это значит, что проблема никак не решается. А в чем, собственно, проблема? В вятке, в фильтрах, на водозаборах? Илья Куликов разбирался. Реки и моря проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Незамысловатая песня продавца из фильма «Не может быть» как будто становится все более правдивой. На воду, главное достояние планеты и вторую по необходимости вещь после воздуха, жители многих районов города постоянно жалуются. То цвет не тот, то запах, то вкус не очень. А еще говорят, вредная она. Вы знаете, мы получили очень интересную картину. Сразу проявляется, что какие нозологии в городе, какие нозологии в селе и так далее у заболеваемости населения. Так вот, для города Кирова сразу почти на первое место выплывает это пищеварительный тракт. То есть дыхание, пищеварительный тракт. Пищеварительный тракт от чего? Это, безусловно, вода. У всех на устах страшное название. Главный враг воды – аммонийный азот. Источник жидкости для города – реки Вятка и Быстрица. И ни для кого не секрет, что главная кировская водная артерия далеко не в идеальном состоянии. Не вода, а таблица Менделеева. Со всем этим химическим супом борются на очистных сооружениях. В прошлые годы, например, в небывалый паводок 2010-го, содержание азота в воде было немыслимым. И ее подачу в город даже прекращали. После инцидента на очистные тогда завезли инновационный минерал циолит. И чистоту воды отстояли. Мы хотели получить, чтобы вода на выходе с очистных сооружений в любой период года, независимо от того, паводок, не паводок, межень, не межень, чтобы вода была всегда чистая, чтобы жители города постоянно получали чистую воду. В этом году метеорологи заверяют, паводка опасаться не стоит. Весна ранняя, но затяжная, сход снега не будет резким, значит уровень рек сильно не вырастет. И до промышленных зон вода не дойдет. Пик полуводия мы ожидаем в мае месяце. Как обычно, первых где-то чистках в мае в основном. И подтопление в связи с этим будет примерно такие же, какие обычно бывают. Но если азота в воде не так много, тогда что мешает ей быть чистой? В Роспотребнадзоре уверяют, заборы и тесты воды проводятся регулярно. И на распределительные водопроводные узлы она приходит нужного качества. Дальше нужно лишь довести воду до кранов. И как раз здесь возникают проблемы. Старые трубы водораспределительной сети ржавеют и обогащают воду уже не аммиаком, а железом. На вопрос, в каком районе ситуация лучше, отвечают во всех одинаково. Естественно, вода, проходя по таким сетям, загрязняется. Такими проблемными показателями уже в распределительной сети домов является железо и органолептические. То есть цветность изменяется, мутность может появиться. Превышение предельной допустимой концентрации в питьевой воде в разводящей сети может привести к возникновению определенных заболеваний. Вот и выходит, с какого района воду не возьми, везде одинаково. До светлого будущего чистых труб мы пока не дожили. И специалисты советуют ждать чудо вместе с фильтрами или старым методом кипячения. Илья Куликов, Алексей Стахеев, Сергей Лошкарев. Точка зрения. Дороги в Кирове Это кировский фотограф Иван Балабанов еще в прошлом году поразмышлял на тему будущего дорог. Поразмышлял и сделал вот такой пророческий шедевр. По сути, все верно. Просто мечтать о дорогах уже хватит. Просто денег на них никогда хватать не будет. Просто ремонтировать их уже бесполезно. Их нужно делать заново. Нет, по технологии. Они делают не по технологии. Они могут и в снег заливать. По технологии не получится никак. По технологии это значит просто снимать все слои и делать их заново. Желательно начинать с глубины промерзания. В Кирове примерно 2 метра. Изоляционная ткань, слой песка, слой щебня твердых пород. Первый слой это асфальта. Армирующая металлическая сетка. Снова асфальт. Асфальту еще и чистовой слой. Такого уже вряд ли мы когда-то увидим. Поэтому только латание дыр. Не знаю, эффективно это или нет. Знаю, что в минусовую точно неэффективно. Сейчас тоже погода пока не плюсовая стоит к этому. Конечно, это странно все. Это ненадолго. Заложат и все. Странно, ненадолго, все правильно. Но если не так, тогда по подсчетам экспертов, каждому региону России на дороге в год нужно по 20-30 миллиардов. Это весь бюджет нашей области. А еще представьте, что все это все равно уйдет под землю. Потому что нужна ливневка, которая не даст воде разрушать свои дороги. А еще мордюры. А еще ограничение веса, которое будет давить на дорогу. Пора избавиться от иллюзий. В обозримом будущем никто и никогда такого не сделает. Даже если помечтать, что, например, Октябрьский проспект решат сделать по-правильному, по технологии, насколько по нему придется закрывать движение и куда направить этот поток. Поэтому и остается представлять то, что представляет фотограф Иван Балабанов. Лучше не надо. Лучше хоть ямочный, но ремонт и без иллюзий, без причитаний. Когда же дороги станут недорогими и хорошими. До конца этого месяца 145 жителей Кировской области получат поздравления от президента Владимира Путина. Поздравления как минимум с 90-летием. Речь о долгожителях. Одно из поздравлений получила жительница Малмышского района. На днях ей исполнилось 105. Но и это не предел. Оказывается, самому пожилому человеку в Кировской области 107 лет эта бабушка живет в Апаринском районе. А вообще, дольше живут все-таки женщины. Но это статистика. И наша Юлия Димова тоже собирается прожить до 100, как минимум. На неделе она съездила в Кирово-Чепецк к дедушке, которому 101 год. И очень пыталась выяснить секрет долголетия. Ах, снег, снежок, белая метелица. Сколько долго я прожил, даже самому не верится. Всего 100 или целых 100? Для Василия Артемьевича не вопрос. Он идет по жизни с улыбкой. В то время как ученые генетики усиленно изобретают способы борьбы со старением. И звание героя Великой Отечественной войны дает понять, сколько испытаний пришлось ему вынести. Сражался я у Ладовского озера. Теперь сражался я на Синянских высотках. Сражался я на Карельском перешейке с Винами. Сражался я в снятии полностью блокады Ленинграда. Перенес голос в 20-м, 34-м годах. Четыре ранения. Пулю от одного из них он до сих пор носит под лопаткой. Пиджак с орденами часто не надевает. Говорит, ни к чему это, да и тяжеловат он. Главное, что помогало и помогает в жизни, это человечность, близость к людям. Он хоть сейчас готов любить, и не просто, а по-настоящему. Могли бы сейчас жениться? Ну, если попала бы добрая, добрая. Пусть бы не так красивая, или там какая-то деревенская, что-то себе. Лишь бы она была бы. Почему? Мог бы я жить вполне. По-прежнему бодр и энергичен. Говорит, все дело в генах. Но есть у Василия Артемьевича и пара других рецептов. Во-первых, я ни одну папиросу не скурил. Во-вторых, меня пьяного никто не видел здесь. Правильный образ жизни надо. Теперь еще я подскажу, и вредность, жадность большая. Тоже вредность. Я много очень хожу. Очень движения у меня большие. Сам ведет хозяйство, поддерживает чистоту в доме, ходит за покупками. И пока ученые составляют списки продуктов, которые ускоряют старение, к примеру, белый хлеб, финики или картофельное пюре, Василий Артемьевич свой рацион определяет так, лишь бы съедобное было. Жирную беру. В общем, я с девочками так беседа, они знают, мне говорят, вот это лучше, лучше. Я молоко покупаю, вот здесь молоко, и югурт. Хлеб я черный и булочки сдобные больше. Это у меня уже так. Ну и вот сегодня торт купил. И так что покупаю. Вот так и продавцы в магазине, и прохожие знают и любят Василия Артемьевича, потому что чувствуют его доброту. Ага, скоро 101 уже будет. Да, начну 100, и тем более. Сейчас, или праздник, так держать. Да как так и держусь. А что? Ведь один раз живем на белом свете. Трудился всю жизнь, не покладая рук. Строил городообразующие заводы Кирово-Чепецком. Помогала в этом вера и молитва. И сейчас Василий Артемьевич не сидит на месте. Каждый день прогуливается до вечного огня, почтить память павших. Жизнь длиною в век для него это тоже победа. Ведь, как он сам говорит, погибает только трус. И победа заключается не в силе, а в любви к жизни и людям. И 100 лет для него точно, всего лишь 100 лет. Это уже преданность человеческая. Ну, а русские люди эти, мы такие простые. Нам попадает много. Ну, и мы даем тоже. Официальная информация о грядущем сносе жилых деревяшек сразу в нескольких местах города. Естественно, не будет деревяшек, будет что-то другое. И явно не то, о чем мечтают люди из соседних домов. Что, снова точечная застройка? А еще, тоже официально оказывается точечная застройка. Давно запрещена во многих городах. Втыкают дома друг к другу, в окна не попадает свет. И на выходе риск заболеть туберкулезом. Я не шучу. Так написано в Википедии. Мы попытались узнать, грозит ли это жителям соседних с деревяшками домов. По городу опять идет череда сносов. Под лозунгом «Избавимся от ветхого жилья» администрация решила ликвидировать дома на улицах Воровского, Свободы, Ленина, Орловской. Жильцы с этим лозунгом определенно согласны. Должны давно были уже снести. Вот когда был здесь деревянный дом, с этим домом должны были снести наш. Это было еще в 2012-м. В 2014-м Светлана Петровна и другие жильцы все ждут. И размышляют, чтобы хотели видеть на месте своего дома. Тоже, наверное, жилой дом. Но уж во всяком случае не магазин и ресторан, потому что их столько сейчас уже. Нет торговый центр, их и так у нас слишком много. Просто дом жилой, красивый, углом. Лучше даже какой-нибудь типа оздоровительного центра. Тут же близко ничего нет, кроме этого бассейна. Но точно сказать, что будет на месте дома, никто не может. И раньше не мог. И не сможет, наверное. На углу Свободы Иворовского предполагается жилой дом. Но только пока. И все-таки сказать точно смогут только застройщики. Роль Ирины Рубцовой здесь предоставить участок. Участок он получит, когда он выполнит все свои обязательства. По сносу по расселению, документацию разработает. Продукт публичных служений она будет утверждена. У него такие обязательства. То есть это может быть и жилой дом с магазинами. Или магазин с жилыми домами. Или все вместе. Как сообщается на одном из сайтов, в проекте дома будет учтена возможность перепланировки. Что это значит, сказать сложно. И пока люди ожидают, как обычно, торговый центр, офисное здание или очередную высотку. Я считаю, что вообще эти высотки в нашем городе провинциальном неприемлемы. Так бы лучше, да, чтобы что-нибудь небольшое строили. Потому что в больших домах, правда, много машин. И проблемы будут и у них, и у других с парковкой. Ну, во-первых, улицы узкие. И так, само по себе. А если многоэтажные здания, то мне кажется, вообще никак. Хотя понятно, что с опустевшими территориями делать что-то надо. Либо облагораживать, либо застраивать. Скорее всего, застраивать. Точечно. Но помните недавнее заявление Владимира Быкова, что теперь будем строить комплексно? Неужели уже не актуально? Или еще? В администрации говорят, что только к этому стремятся. Так что ничего нового. А так хотелось. Катерина Кова, Дмитрий Подлевский, Сергей Слободин. Точка зрения. Кто бы знал, что попытки сделать бюджет прозрачным когда-то дойдут до такого. Помните, не так давно по инициативе Никиты Белых бюджет Кировской области был изображен максимально наглядно и понятно. Так вот, теперь еще интереснее. В поселке Мирном простым жителям предложили самим распорядиться бюджетом. Верх прозрачности. То есть функционально эти простые жители сейчас становятся депутатами. Ну или берут на себя часть функций реальных депутатов. Реальные депутаты вроде не обижаются. А вот простые жители, сами того не понимая, готовятся убеждать и дискутировать. Говорят, что готовы к критике. Лишь бы 3 миллиона отдали именно им. Вот и поселок Мирный рискует остаться немирным. Здесь есть хорошие дороги, непротекающие крыши, чистые улицы. С десятилетка попадается отечественный автопром и немного чаще классический образ жителя глубинки. В передовом Мирном сейчас не хватает только красного лозунга около памятника Ленина. Народная идея, народный бюджет. Проект, в котором поселковая администрация решила участвовать, еще больше закрепил за Мирным статус передового. Ну вот, это зал актовый, где 18 апреля 2014 года в нашем Мирненском городском поселении будет проводиться жеребьевка для того, чтобы отобрать претендентов в бюджетную комиссию нашего Мирненского городского поселения. Здесь никто и не думал, что попытки сделать бюджет прозрачным дойдут до того, что в 2014 распределять часть поселкового бюджета предложат людям, не имеющим отношения к власти. Просто желающие пишут заявку и бросают ее в урну. Никто не верил и, видимо, до сих пор поверить не может. Или не хочет. На столе у главы пока только одна заявка. Может быть, что-то еще есть в урнах. Есть. Есть? Да. А вот еще три, да? Ну да. Четыре лежат. Вторая точка в Доме культуры. Ну что, вот три заявки. Итого, семь желающих распорядиться бюджетными деньгами. Не очень много для поселка, почти в 4,5 тысячи жителей. Но все-таки претенденты уже думают, как будут защищать свою бюджетную программу. Владимир Фукалов оказался первым, кто принес заявку. Раньше он возглавлял здесь сферу ЖКХ. В моих планах потратить деньги на коммунальные службы в поселках. Ну, например, приобрести новый эскаватор, а на оставшиеся деньги произвести ремонт водопроводных, канализационных сетей. И аргумент в свою защиту. Начатое нужно закончить. Ну, мое мнение, это купить эскаватор для поселка, потому что у нас сложные грунты, песок, плывуны. У нас выполнена замена водопроводных сетей, но нет подключения этих водопроводных сетей к самим домам. Хозяйка единственного поселка фотосалона и волейболистка местной команды Любовь Савиных тоже в списках претендентов. Три миллиона рублей она предлагает потратить на ремонт спортзала. Хотя бы пол поменять, крыша бежит. Сталкивались с тем, что осенью, весной, сейчас такая погода началась, бежит крыша. Свой аргумент в защиту – общероссийский тренд месяца – спорт и здоровый образ жизни. Ольга Рябова – худрук в местном доме культуры. Показывает нам, где приходится сидеть зрителям. Вот, смотрите. Вот здесь. Тоски уже все сгнили. Очень так. И это не одно такое место, там дальше. Ну, тут в основном, конечно, середина, но это все вот осыпается. Все это очень старое. В 1969 году было запущено здание Дома культуры. Так я думаю, что когда строили, тогда и были сделаны эти плиты. Ольга считает, что спортзал подождет, а вот ДК. Вот если бы слышала ее сейчас спортсменка Люба. Впрочем, к особенностям народного депутатства, умей убеждать и дискутировать, Ольга уже подготовилась. Ну, думаю, мы люди все культурные, как-то решим эту проблему. Ну, спорить, я думаю, смысла нет. А люди, они всегда говорили, говорят и будут говорить, что людям, как можно сказать, рот не заткнешь, они все равно выскажутся. Но это дело их. Мы хотим, чтобы мы прошли, и я надеюсь, что мы пройдем. Библиотекаря Наталью Галактионова мы застали за оформлением заявки. Неаккуратные движения, и она – восьмой претендент. В своем умении убеждать и дискутировать женщина не сомневается. Многолетний преподавательский опыт сделает свое дело. Главное, говорит, чтоб идея была стоящая. Не привыкать отстаивать свое мнение и высказывать его принародно. Я бы, наверное, хотела, чтобы привести в порядок водоем. Вот и глава поселка Ирина Смердова допускает, что будут и споры, и, может, даже мат. Бюджетные деньги такого не терпят. Поэтому на первом заседании 18 апреля женщина запланировала урок этики и толерантности. Там будет оговорено, что если ты не толерантен, если ты не слушаешь своего соседа, если ты груб и ругаешься матом, если ты решил пропускать бюджетную комиссию, то ты, по сути, будешь из нее исключен. Не опасайся того, что они тут драться, значит, из-за этих людей? Знаете, я это допускаю. Вот так. А еще поселок Мирный называется. Артем Паникаровский, Дмитрий Подлевских. Программа «Точка зрения». Что все-таки решили с гаражами? Перевод часов и возвращение пива на стадион. И как успеть рассказать обо всем? А мы все-таки попробуем сегодня рубрику. И все-таки представляет Влад Крысов. Влад тебе слово. Спасибо. Вдохнули и выдохнули. Весь март владельцы гаражей обсуждали новость о поднятии ставок аренды земли под ними. Новые платежки председателям гаражных кооперативов пришли прямо сказочные. Правда, сказка эта оказалась злой и нечестной. По крайней мере, так посчитали сами владельцы. 26 марта на заседании Городумы градоначальники так и сделали, снизили в три раза. Ну, нет, так нет, посчитали чиновники. Но что-то это нет подсказывает мне, что война эта еще не окончена. Но долгим ли будет перемирие? Уж в очень нужных и важных местах стоят некоторые гаражи и овощные ямы. И не поверите, снова перемена часовых поясов. Соскучились? Я лично нет. Больше устал. Не то чтобы против, но уже хочется какого-то постоянства. Тем более, снова ничего не понятно. В Госдуму внесен законопроект создать поезд Москва плюс один. Киров туда войдет по планам. А еще переход на зимнее время осенью. То есть, что получается, нам придется перевезти стрелки сразу на два часа назад. Не, мы так не согласны. И Никита Белых, кстати, тоже высказался против. И еще об этом. Странное дело, но министры вдруг загрустили о временах, когда на футболе можно было пропустить кружечку другую пенного напитка. В законопроекте говорится о снятии запрета на продажу алкоголя. Правда, только четыре наименования. И все они не крепче 16,5. И вот список пива, пивные напитки, сидр и медовуху. Но это, видимо, предпочтение министров. Кстати, они даже проанализировали, на каких соревнованиях какие напитки пользуются особой популярностью. На скачках вино, на зимних видах глинтвейн, а на футболе тот самый пенный. А я хочу внести в свое предложение. Без закуски ведь нельзя, а значит и ее надо проанализировать. И в обязательном порядке к набору напитков предоставить соленый огурец в углу или риску. В зависимости от того, какие соревнования. У меня все. Спасибо, Влад. Это была рубрика. И все-таки ее представил Влад Крысов. Первые электромобили в городе. Киров поддержал мировой тренд по экологически чистому транспорту. Правда, стоят они под миллион. Но в салонах, говорят, кировчане интересуются. Правда, еще ни один автомобиль не куплен. Катеринькове стало интересно. Ну а если на секунду представить себя обладателем экологического автомобиля? Что делать дальше в Кирове? Ни одной специальной заправки нет. Глобальное потепление, озоновые дыры, загрязнение воздуха. Теперь все должны думать об экологии, говорят нам автопроизводители. И привозят в Киров аж две новенькие электрические машины. Один японец, Митсубиши Аймиев. Данный автомобиль является полностью электрическим. То есть питается за счет аккумуляторов батарей, не используя бензина. Вторая автовазовская сестра по электропитанию под концептуально новым названием. Эллада. Электрическая лада. Полностью отсутствует выходная система. То есть так как присутствует электродвигатель. То есть гринпитцевцы только будут флагами махать за такой автомобиль. Тихие машинки вроде и ничем внешне не отличаются от своих бензиновых братьев. Лада и подавно с ее старым калиновским кузовом. Однако все не так просто. Ни одна из моделей не протянет дальше 150-160 километров. А зато током не ударит. Автомобиль абсолютно электробезопасен. Батареи, скажем так, влагозащищены. В случае ДТП, если система распознает, что есть опасность поражения электрическим током, то вся система электропитания отключается. Что касается зимы, для таких машин любимым временем года она точно не станет. Впрочем, как и для их владельцев. Ну а если застрянет в пробке или просто бензина, простите, зарядки уже почти нет, и до розетки не так близко, не беда. Ведь есть проверенный русский способ. Звоним знакомому и то же самое транспортируем на трассе до ближайшей розетки. Ну и еще немного о достоинствах или недостатках. Это кому как. Чтобы зарядить электромобиль, вам понадобится всего 6-8 часов и пара-тройка или десятка удлинителей. Если вы живете не на первом этаже и у вас нет гаража. Если неожиданно где-нибудь на полпути машина заглохнет, то ее сможет дотолкать до ближайшей розетки всего один крепкий мужчина. Так говорят. Правда, наверное, очень крепкий. Ведь вес автомобиля почти полторы тонны. Ну и, конечно, зарядить автомобиль вы можете где угодно. Кроме заправочных станций. Ведь они соответствующим оборудованием не оснащены. Правда, эти доводы определенно не для всех. Просто русский человек помнит. Когда надеешься на лучшее, получается почему-то, как всегда. Заправлять, заряжать этот автомобиль от розетки занимает достаточно длительное время. Те станции дополнительной, быстрой зарядкой, которые обещают, они, скорее всего, появятся не очень скоро. Соответственно, рассчитывают на то, что завтра наступит будущее электромобиль. И пока что раз. Зато верят автопроизводители. Говорят, скоро все изменится. И об экологии задумаются. И цена автомобиля снизится с почти миллиона до более адекватных цифр. И даже заправки оснастят специальными розетками лет через цать. Катерина Кова, Дмитрий Подлевских, «Точка зрения». Это все. Фильтруйте воду, не гоните по дорогам и покупайте удлинители. А мы покажем. Вы смотрели программу «Точка зрения». Авторский взгляд на события недели. В студии работал Артем Паникаровских. Увидимся в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова